Презентрировать то, почему мы пришли за эти два дня. Ну, в принципе, разработка проекта, название Центр Электронного Музея. То есть, изначально он назывался Мэн Центр, но сейчас мы решили не разделять, не вводить заблуждения посетителя, и поэтому мы решили сделать хороший Центр Электронного Музея. Для начала мы попробуем показать вам соц. вопрос, проведённый вот здесь, на группу, в Адбюбе, потому что это замечательно, молодёй. Вопрос, кстати, показывает часть анализа ситуации, в ходе которого нужно выяснить, принимать проблемы с собой. Ну, после вопроса я вам скажу, почему это происходит. Слушайте Электронного Музы blueprint? Солнурג? Не знаю. А сможете 1см или отключить от другого? Ну, да. Понятно. А хотелось бы узнать больше об этом? Ну, наверное, да. Получить какую-то структурированную информацию, много. Может, на ресурсе будет чётко подтислен, и в конце концов kuv что я буду учить. Здравствуйте. Слушайте электронного Музы掉? Слушайте. А сможете отключить 1см или от другого? Отключите. А вы? Я не очень. А был бы интересен ресурс, который бы помог вам в этом договоровании? В котором бы вы узнали больше об этом? Конечно, на всех ехать. Сможете один стиль отличить от этого? Хорошо, а был бы интересен ресурс, в котором бы вы узнали больше об этом? Спасибо. Слушаете электронный музыку? Иногда. Сможете отличить один стиль от другого? Сможем. А был бы интересен ресурс, на котором бы вы узнали об этом больше? В тех стилях, чтобы вы могли с этим разбираться. Ну, может быть, иногда. Что? Спасибо большое. Слушайте электронный музыку. Да. Сможете один стиль от другого? Вполне вероятно. Но это не очень визуально. Нет, а сможете? Был бы интересен вопрос, в котором вы узнали, что это больше не было. О направлениях всем? О направлениях, да. О направлениях, да. О направлениях, да. Я думал, что зайдем. Все, спасибо. О направлениях, да. О направлении. Вы начали? Да. Дайте мне пару раз. О чем я там не веду? Все. Друзья, я так и в данном видео могу сказать, что без словно существует бесконечный вещественный вопрос. Ну, ну, существуют где-то проблемы, как таковы это. То есть первое, это в том, что информация объединительного мира на сегодняшний день разбирается над бесконечным обществом ресурсов. Либо она в ресурсове структурированным, но не надежна, либо же она в образовании. Ну, т.е. не существует ресурсов, которым была высвоблена вся информация. Это первая проблема, а вторая проблема — это посредством администрации самой электронной музыки, т.е. сферинтанции производства. Что послушать и тогда. Вот основные компоненты идеи проекта в центре администрации в центре администрации, в музее карманной музыки и эксперт. Т.е. центр, как вы видите, формирование... Ну, т.е. задача центра. Формирование госкоязычной базы знаний. Ну, это, на самом деле, самовестная задача из музея. Ну, и еще привлечение пользователей для того, чтобы расформировалась сеть для будущего создания музея. Ну, и также, в принципе, вы это сможете здесь подчислить. Что касается музея, вот еще хотелось бы отметить некоторой аспектовой деятельности. Т.е. там будут проводиться выставки и будет проводиться сбор информации для дальнейшей разработки концепции музея. Т.е. привлеченное генеалогическое отрево жанра фестерео-электронной музыки. В ходе сбора информации все может измениться в персональном, в самой структуре и может быть что-то новое. Так же присутствуют эксперты. Т.е. мы должны данный ресурс привлекать экспертов, которые продвигают свой обуч вид развития музыкальной политики. Музыкальная политика на сегодняшний день, можно сказать, почти отсутствует. Но об этом мы будем тоже отвечать. Почему это да? В принципе, ответ на вопрос, что в том смысле. Ну вот. А здесь хотелось бы показать, что в итоге, к чему потреби должен привести данный проект. Вот. Т.е. мы видим в этом бедро яхо ситуацию на солнечный день. И мы видим, что в последствии можно получить в бедро яхо развития данного риска. В принципе, здесь основные компоненты, что ли, тоже структуры данного сайта, а еще стоит данный проект. Т.е. это база знаний, формированных как учащих на проектах, так и по методам, которые продаются собственными, то есть привлечения к программой войти, которые заинтересованы в том, что предварительные предварительные информации. И плюс, напоследственно, сами эксперты, которые, кстати, тоже являются программой войти. Ну и развитие музыкальной политики и так далее. Это предварительный интерфейс данного квартала. Он ориентирован, в основном, на самом деле, на презентацию его деятельности центра и показов различных экспозиций. Но об этом я вам уже расскажу после презентации и показываю интерфейс. Здесь, обратите внимание, одна из экспозиций, выставок виртуальной, о которой мы решили сделать презентального проекта за эти два дня. То есть, огромные галереи виртуальной экспозиции, они будут выглядеть следующим образом. Мы берем определенные темы, которые входят в планетели стилей, жанров и т.д. И делаем эту тему, согласно браторскому, авторскому подходу, определенную виртуальную экспозицию. Вот качество примеров. А сейчас можно посмотреть, в чем, собственно говоря, ключевое отличие от подобных, ну не подобных сайтов, а от сайтов, которые так или иначе занимаются презентацией информации в электронной музыке. То есть, та же Викпедия. Там нет возможности социализации что-либо задаваемого контента. То есть, грубо говоря, на нашем музее, вплоть на сайте данного музея, можно будет опубликовать статью, которая затем будет отправляться непосредственно к политикам, то бишь экспертам, которые будут в соединении лицей. Ну, то есть, там будет социальное взаимодействие. Ну, за счет этого, как бы, и будет развиваться то же самое инструкторизм. А это, в принципе, как бы далеко может уйти никакой подхудшим проектом. А, ну, то есть, разработка социально составляет около 2000. Дизайн-принейнг на это есть люди, которые здесь бесплатно. Ну, то есть, и программа компания составляет 500, ну, еще после продвижения 15 тысяч. Вот. Команда проекта. Ну, ты будешь яйцами коньков, пилатка Смирнова, которая находится на данном раме, где мы сидели. Цель, к сожалению, не вспомнили его рамилью, которая находится в Москве. Плюс к этому, ну, на данный момент мы разрабатываем данный проект Сирена и Сирена. Можно это вспомнить. Вот. А это партнеры проекта. Ну, то есть, это безусловно SoundCloud, на котором можно... Вы имеете в виду желаемые партнеры? А, какие-то. То есть, можно было делать ссылку на предоставление развивочек, ну, то есть, на определенную музыкальную композицию в качестве примера, то есть, в определенном стиле ведущего человека. Здесь, потом, диджей, и здесь, в качестве медиа. Ну, это, в принципе, структура продвижения, ну, то есть, как будет расти и развиваться на музыке. Ну, то есть, сегодняшний, ну, то есть, первый год, то есть, все на три года в период. Первый год, конечно, небольшая команда, естественно, небольшая команда спец, плюс порядка двадцати тысяч авторы. Постоянно. И, ну, то есть, грубо говоря, она будет формироваться из знакомых, из людей, которые, ну, то есть, этим заинтересованы, они будут вкладывать туда свои рецензии, статьи и так далее. Затем уже будет все развиваться на более традиционном чипплете. То есть, если вы будете видеть запуск проекта 2, это уже порядка пятисоток проявлений авторов, двадцати экспертов. И уже третий год создания, ну, то есть, перезарительный. Ну, а здесь можно, ну, в качестве предложения, у нас здесь все-таки стоит парк развития этого проекта. Сейчас бы я хотел предоставить вам то, что мы умеялись создать за эти программы. На самом деле, для того, чтобы команда была небольшая, получилось не так ладно. Это где-то одна из вкладок. Ну, то есть, благодаря сайт будет выглядеть, ну, то есть, это главное строительство сайта, то есть, здесь вы можете увидеть, ну, здесь будет размещен логотип, который вы видели в начале презентации. Так же здесь предусмотрена регистрация при помощи первого группа ВКонтакте. Ну, просто основатель любителей электронной музыки, как правило, там зарегистрировано. В случае чего они смогут сделать аккаунт, для того чтобы зарегистрироваться на этом сайте. Здесь есть возможность подать заявку на то, чтобы стать экспертом. То есть, человек, кликая на данную кнопку, ну, то есть, на данную кнопку он попадает на страницу, где будет, где можно будет выложить фотографию, то есть, еще добавить свою диагнозацию. Ну, то есть, на основе чего он будет экспертом. Здесь календарь событий, которые он будет организовывать центр в реальном времени. Ну, это будет прородиться в Москве. То есть, это семинары, мастерные классы и лекции. Вот, здесь можно будет посмотреть на события, в смысле, которые они будут. Здесь, допустим, есть возможность стать пользователем. Дорога значения стояла. Дорога стоит перертипать по другому времени. Не знаю, по разному. Полтора минуты. Хорошо? Один из двух часов. Дорога. Вот. Вот, и здесь, в принципе. Закроем и углом, потому что мы с королевцем. Вот, допустим, здесь есть, назовем, постарельная музыка. Совсем 40 секунд. Вы видите перед собой «Стань музыкальным критиком». Здесь ты можешь опубликовать свою статью, которая, как я уже говорил, будет отправлена экспертом в виде ссылки в Фейсбуке и ВКонтакте о том, что опубликовано статьям на заданную тему. И он будет писать свою рецензию. Здесь будут проходить выставки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.